Мир глазами детей. Выставка «Рождественская звезда» собрала всех маленьких художников в одном зале. Здесь собрано более 300 работ разных стилей и техник. Насладимся творчеством вместе. Эта выставка – наш маленький дар детям, потому что именно их мир прекрасен, именно их мир тот идеальный, который создал Бог, Эдем, в котором мы все должны жить. Я думаю, что каждый, кто посетит эту выставку, сможет в этом еще и еще раз убедиться. 26 лет выставка радует одесситов и гостей города. Организаторы сознаются, с каждым годом работы участников становятся все профессиональней и качественней. Так, в этом году жюри отобрало из 2000 работ 300 лучших. Благодаря этому арт-пространство на глазах растут истинные художники. Я как председатель жюри стараюсь очень тщательно относиться к экспозиции. То есть экспозиция делается выборочно, она все время переставляется, она ищется как композиция в картине. И вы сами, наверное, зайдя сюда, получаете эстетическое удовольствие. То есть вам интересно рассмотреть и видеть, где первые места, где гран-при, где просто средние работы. Но это всегда со вкусом сделаем. На своих рисунках юные художники изобразили не только рождественские сюжеты, но и красоту зимних праздников. На полотнах детскими глазами можно увидеть веру в праздничное чудо, которое всегда рядом. Это Богородица с Христом. Сколько ты время потратила на это, чтобы нарисовать? На один вечер. Я просто нарисовала на маленьком листочке и уже сделала эту штуку и перерисовала, ну, сюда. Это картина к празднику. Мы рисовали Иисуса, как рождение Иисуса. Мы представляли его так. Рисовали беседку, где он родился. Ну, представляли, как это было, например. Работы детей – это простор красоты и фантазии, взволнованный рассказ о мыслях и чувствах маленького человека. Красочный мир образов, которые они создавали разными способами. Кто-то нашел себя в живописи, а кто-то – в декоративно-прикладном искусстве. Я рисовала на стекле. Конечно, были краски, которые принадлежат для стекла. Я рисовала всю эту неделю, и у меня получалось лучше и лучше. На ней есть блоки текста, скомпонованные разными шрифтовыми стилями. К примеру, «Без куба» написано с помощью вязи. Ей раньше в древних книгах писали титульные заголовки. За время существования организаторам выставки есть чем гордиться. Они не только провели тур по Украине, где демонстрировали картины в разных городах, но и вышли на международный уровень. Работы на оценку украинским художникам присылают из Польши, Румынии, Болгарии, ЮАР, а также из США. Мы гордимся тем, что не только в стенах Верховной Рады мы можем выставляться. Мы еще ездим и в ПАСЭ, и в Конгресс США. Мы отправляем наши работы по всему-всему миру, и при этом еще даже имеем возможность периодически их открывать. Мы очень рады, что дети, уже почти три поколения детей, которые приходят сюда, которые растут вместе с нами, которые рисуют работы. И мы видим, как даже иногда действительно становятся талантливые дети, которые потом со временем могут выставлять наши свои работы уже как именитые художники. Нас это большая честь. Рождественская звезда завершает цикл зимних и новогодних выставок. Далее юные художники начинают подготовку к новым целям. А организаторы уверены, рождественская выставка 2023 пройдет на таком же высоком уровне. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.